Мы смотрим общее имущество дома, как оно содержится, в каком состоянии, в каком виде. То есть полностью собственник получает, ученики школы получают понимание, как это должно быть в идеале. За время существования ТСЖ мы поменяли всю полностью систему водоснабжения по дому относительно разводки, все, что касается техэтажей, все, что касается квартир, у нас 87 квартир, и все, что касается собственников, которые имеют 800 квадратных метров, у нас отремонтирована кровля. Она отремонтирована не полностью, она отремонтирована, естественно, частями, но, по крайней мере, все, что могли, мы сделали. Вот у нас установлена система видеонаблюдения в доме полностью, у нас заменены окна, все, что касается подъезда, все у нас три подъезда, мы поменяли двери, мы сделали себе отдельно мусорную контейнерную площадку, которая у нас стоит, на которой мы собираем и крупный габарит и так далее, вот, ну, покрасили фасад. Мы ушли из комфорта с тарифом 14.33, на сегодняшний день, через три с лишним года мы имеем тариф 14 рублей с квадратного метра в жилом доме, в жилых помещениях. Наши собственники Атриума, у них тариф 9.21 расчетный, да, вот, сейчас предоставлю смету, покажу у них определенно, при том, что наш дом, это тариф для дома, который имеет лифты, который имеет мусоропроводы, все в рабочем состоянии и так далее. Для меня было интересно узнать еще новое, то, что в сфере ЖКХ, то есть являясь я собственником дома, знать, как снимаются показания приборов, например, общедомовых, общедомовые нужды, как рассчитываются, вообще, что можно требовать от управляющей компании, вот, как с ней общаться. Сегодня, например, да, я иду по своему дому, где я председатель совета дома, иду с комиссионным обследованием, с представителем управляющей компании, коим, я надеюсь, появятся у меня сегодня, я их все предупредила, все как надо, все по закону, вот, и обследуем, как, например, они, какое качество обслуживания в нашем доме, они нам предоставляют согласно договору управления. Что требовать нам от управляющей компании, потому что они могут договор, соответственно, управления на разные дома, которые они обслуживают, одинаково выставить, но конкретно для моего дома, там, это, например, нужно не в таком объеме, или это вообще услуга, у нас там нет деревьев, поэтому их не надо там подрезать и все такое. Если мы хотим меньше платить, экономия и эффект энергосодержания дома получается от этого, мы должны за это платить, чтобы это дальше было, ну, как реализация энергосберегающих мероприятий.